Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала! Вначале я хочу всех вас поблагодарить, от всего сердца поблагодарить за ваше внимание к моим видеороликам, за ваши комментарии к ним. Мне очень важно знать ваше мнение, ваши эмоции и, конечно, ваши советы. Большое вам спасибо! Сегодня я хочу представить вам онлайн гадание, но, возможно, несколько на необычный вопрос. А люблю ли я его? Наверное, каждый из вас уверен в ответе. То есть, либо да, люблю, либо нет, не люблю. Но, на мой взгляд, не всё здесь так однозначно. И вы, возможно, убедитесь в этом гадании. Ваша задача – представить себе своего партнёра, задать этот вопрос, люблю ли я его, выбрать карту, ту, которую вам подскажет ваша интуиция. Мне бы очень хотелось, чтобы вы потом поделились своими результатами в комментариях. То есть, похожа ваша ситуация на описание карты, которую выбрали, или не похожа. Итак, перед вами шесть карт, шесть вариантов. Выбирайте, а я начинаю их открывать. Первая карта – выпало у нас солнце. Ответ однозначно – да. Вы любите. Для вас ваш партнёр – это, ну, как центр вселенной. Вы так счастливы, как бывает счастлив человек, долго-долго ждавший этой любви. Вот ещё даже говорят, я тебя так долго ждала. Вот это про эту любовь. Да, такая любовь приходит, когда её уже не ждёшь. Или после перенесённых каких-то личных катастроф, тревог, страхов. Ведь перед солнцем у нас была луна. Можно даже сравнить это с такой ситуацией, как после затянувшейся дождливой пасмурной погоды вдруг исчезают тучи, и появляется долгожданное солнце. Его энергия обдаёт вас волшебными лучами, и жизнь сразу начинает играть красками необъяснимой радости. Вот такая любовь у нас по солнцу. Ну, даже можно сказать, что любовь эта сносит вам крышу. Ну, в хорошем, конечно, значении этого слова. И вы готовы отдать всю себя целиком любимому. Быть его солнцем. И вот это состояние полёта на крыльях любви даёт вам непередаваемые ощущения. Сверхъестественное чувство внутреннего восторга, лёгкости в душе, необъяснимого словами счастья. Почти получилось, как у поэта. Ну, это же солнце. Ну, вот как тут иначе скажешь? Вторая карта у нас выпала. Карта дьявола. Ответ скорее нет, чем да. Всё-таки я склоняюсь, что чувство по дьяволу это больше зависимость тела, а не свободная любовь души. На мой взгляд, это совершенно два разных состояния. Зависимость и страсть, они испепеляют душу. А солнечная любовь, она согревает и даёт чувство лёгкости, радости, счастья. Под дьяволом идёт огромная зацикленность на своих желаниях. В основном, конечно, сексуального характера. И может грубо прозвучит, но мне кажется, удовлетворение в основном животных инстинктов. Сильная сексуальная зависимость под дьяволу, она отключает разум. Не даёт трезво взглянуть на происходящее, не даёт оценить партнёра, причём не только его личность и отношение к вам, но и возможен ли брачный союз с ним в дальнейшем. В таких отношениях нет, конечно, высоких чувств, нет и слов любви. И здесь правят страсть и вожделение. Одним словом, разрушительные отношения. Третья карта выпала отшельник. Ответ – нет. Нет пока любви. Ну, это не плохо и не хорошо. Это просто такое состояние. Я бы сказала, ваша душа отдыхает. Она в отпуске. Может, она перед этим испытала сильное напряжение или даже потрясение. И это бывает у нас. И поэтому закрыла дверцу. Раны на душе тоже нужно лечить. А для лечения нужен покой. Или душа ваша сейчас, ну, очень занята. Занята каким-то творческим процессом, переполнена этими эмоциями до краёв. И для любви элементарно нет места. Ещё вариант. Вы поглощены всецело карьерой, бизнесом. Все ваши мысли только об этом. Думаю, в этом случае душа тихо отползает в сторонку, чтобы не попасть вам под горячую руку. Но иногда отсутствие любви в душе связано с её титанической работой. А именно, вы решили разобраться в себе. Что вы хотите от жизни? Причём серьёзно разобраться. Куда вам дальше идти? А для таких погружений однозначно необходимо одиночество. И не только в прямом смысле. Вы ведь можете быть и рядом с партнёром, но его присутствие вас не особо будет волновать. Вы замкнуты только на себе. На своём внутреннем «я». Четвёртая карта. О, замечательная просто карта. Особенно после двух предыдущих. Ответы, конечно, да. Вы любите. По-настоящему. По-земному. Так это обстоятельно. И на всю жизнь. Партнёра, конечно, вы выбираете сердцем и разумом. Без всякого там витания в облаках. Ну и, соответственно, без сноса крыши. Причём, обязательное для вас условие, чтобы вас партнёр любил, боготворил или леял. Ну а уж в ответ вы станете для него истинным идеалом. Идеалом женщины с большой буквы. В тройной такой её ипостаси. Влюблённая жена-мать. Вы постараетесь, ну, любой ценой обеспечить ему домашний комфорт, гармонию, чувственное наслаждение, как без этого. Полное доверие, заботу. И вообще для вас очень важна искренность чувств. Вы любите и уважаете семейную жизнь. А также высоко цените полное единение со своим партнёром. Вот такая у вас ответственная, я бы сказала, основательная любовь. От такой любви у партнёра практически нет шансов разорвать союз. Настолько сильный вы его можете подчинить себе. Пятая карта шут. Ну, ответ у меня будет такой. Вполне возможно, что вы считаете, что это любовь. Например, для кого-то это дань традиции. Типа, каждый должен иметь партнёра, семью, детей, влюбляться и так далее. Чем я хуже? У меня тоже есть любовь. А может, вас привлекает сам романтический накал страстей. И вы играете в любовь. Позволяете себя любить. Ведь здорово, когда тебя боготворят, дарят подарки. Или партнёр жертвует чем-то ради вас. Это ж прикольно, как сейчас выражаются. И перед подружками можно похвастаться. Ну, эта игра обычно заканчивается, если на горизонте появляется более интересный претендент. Или когда партнёр просто надоедает. Ещё вариант. Либо у вас с партнёром свободная любовь. Без обязательств. Встретились, весело провели время и опять разбежались. В любви по шуту может присутствовать и сильные эмоции, и неконтролируемая страсть, и сумасшедшие поступки, совершенно непонятные округожающим. И всё это на грани, я бы сказала, лезвия бритвы. Чем всё закончится, думаю, даже Богу неизвестно. Вот такая любовь по шуту. И последняя, шестая карта, выпала луна. Ответ – да, вы любите. Но вопрос, кого вы любите? Реального партнёра или идеал, который вы себе создали? Здесь очень тонкая грань. И вообще, вы выбираете партнёра по какому-то внутреннему зову, абсолютно необъяснимому. И не в состоянии объяснить, почему вы его любите. И любите ли вообще. Или ещё хуже. Вы так сильно одержимы партнёром, что тяга к нему выворачивает вас, можно сказать, наизнанку. А боль и страдания, которые вы испытываете в этот момент, затмевают вам рассудок. И вообще ситуация может усугубиться, если вы почувствуете или вам покажется, что партнёр вас разлюбил. Любовь ваша по луне, она невероятно проницательна. И это позволяет очень глубоко чувствовать партнёра. Более того, ваш природный лунный магнетизм не оставляет ни единого шанса партнёру вырваться из плена вот такой любви. Даже можно сказать, ваша любовь, она настолько беспокойна и болезненна, что выматывает не только вашу душу, но и душу вашего партнёра. Вот такая разная любовь получилась. Конечно, я описала только некоторые грани отношений по этим картам. На самом деле, в реальной жизни всё намного глубже и многограннее. Спасибо вам, дорогие мои, за просмотр этого видео. Я прощаюсь с вами. Желаю вам всем солнечной любви, императрицы. До новых встреч!